Всем добра! Сегодня мы рассмотрим фракцию лесных демонов. Это у нас виллы, шишки, ветровики, сирин, вот которая на заставочке и многие-многие другие представители фракции лесных демонов. Лешие, например. Но поговорим конкретно о поселении лесных демонов. Итак, разбираем, смотрим файл именно конкретно по ним, из модулей файлов всех по всем фракциям. Конкретно forestdemons.xml. В нем все уникальные вот эти вот скрипты рассматриваем. Я не знаю, как их правильно назвать. Главы, главы в этом файле. Вот, можно сказать, главы. Рассмотрим не только прямо с самого поселения, но еще и взаимодействие с армией и какие именно питомцы можно, каких именно питомцев можно улучшать, тренировать в этом, у этой фракции. Итак, поехали. Здесь выжимка именно из всех этих кодов сложных, которые вот ниже будут. Вот, если кому-то интересно, можете вот это вот полистать, посмотреть. Здесь я лишнее поудалял уже, как обычно. И, в общем, оценить самостоятельно. Но без всякого хлама. Вот, оставляем на простом языке, на рабоче-крестьянском пишем. Что именно можно получить без репутации, с репутацией от единички и выше. Здесь именно так. С репутацией 50+. Сразу скажу, что тут разница не особо большая от единички и 50+. Тут только добавляется торговля, ребят. И все. Ну и там немножко упрощается, да, получение определенных ситуаций, определенных не квестов, а, ну, в общем, путей общения. Также мы узнаем, если атаковать и победить, что будет. И как взаимодействие с охраной. Начнем сразу снизу вверх. Ну, мы же так вот. Раз привыкли, так и будем. Итак, взаимодействие с охраной. Без репутации мы с ними не сможем вообще ничего делать, кроме как атаковать или защищаться. Если мы их атакуем, то получаем минус 4 репутации в случае победы. В случае поражения там чуть-чуть другие условия, но нам зачем поражение, да? В случае защиты при победе, тут уже фиолетовый режим будет испытания, уже минус 3 репутации. То есть выгодно, если они на вас сами напали, то в фиолетовом режиме защищаться, чем атаковать. Если вы хотите с ними репутацию все-таки добить. И если же репутация хотя бы единичка уже есть, то у вас появится возможность еще и уйти от этой охраны. Безболезненно, безо всяких плюсов, минусов. Просто ушли. Однако, если вы уже заработали репутацию в 50+, то у вас появляется еще одна возможность, а точнее сразу целых две. Это и торговля с отрядом, ребят, с отрядом, с охраной, которая там по два у каждого города бегает, вы знаете. Либо торговать с ними можно, это всегда будет после приветствия. Либо с 20% шансом появляется еще возможность медитации. Медитации именно с представителями этих шишек. В общем, с ними берешь, эти шишки же куришь. Тут, видимо, дает нам желтый баф второго уровня случайному нашему персонажу. Эта медитация очень так вот. Не то чтобы супер круто, но 20%. Один раз из пяти. Грубо говоря, это может выпадать. Если набузить, то может быть имеет смысл, а так особо надеяться на это, я думаю, не стоит. Итак, если атаковать само поселение и победить, конечно же, поражение я не рассматриваю, там совсем все печально. В общем, если победить, просто атаковать и победить поселение, то 40% мы будем проходить испытания в красном режиме, тут уже не мы выбираем. И 60% нам предложат испытания в фиолетовом режиме пройти. Противник будет одинаковый. По сути, сила в красном и сила в фиолетовом. Но как оно там оценивается игрой, это уже другой вопрос. Но вот разработчики вроде бы старались это одинаково сложным сделать. Дальше. Желтый урон мы получаем обязательно при победе. Получают все персонажи с тегом лесной жители. Это включая эльфов. Вы помните, да, у эльфов тоже они лесные эльфы, лесные жители. Вот. 20-50% желтого хп у вас улетит после победы. У всех именно персонажей. Дальше. Минус 30 репутаций с лесными демонами, кого мы победили. И минус 5 репутаций с лесными эльфами. В принципе, учтите этот факт. Если с эльфами не хотите портить что-то, то лучше не убивать. А что мы получим взамен? Взамен мы здесь не получаем ровным счетом ничего, кроме вот опыта какого-то. Ну, опыта это фигня, можно на отрядах набить. Возвращают персонажи какого-то написано. Возможно, питомцы. Я вот не знаю, какого персонажа они могут возвращать. Они у нас никого не забирают. Тут нет таких опций, где бы они у нас кого-то забирали. Вот питомцы, да. Питомцы мы им отдаем. В общем, что-то они нам возвращают. Это надо тестить, это надо смотреть и, в общем, изучать. Ну, ладно. Давайте так. Давайте начнем без репутации теперь. Что будет, если мы к городу придем, а у нас вообще репутации с ними нет? То нам предложат либо их атаковать поселение, либо сбежать. Опа-на! И тут мы получаем небольшой вопрос. А как же начать с ними репутацию, ребят? Срабатывать с лесными демонами? Правильно? Смотрите, у нас есть город. Если у нас без репутации мы с ними ее не поднимем, у нас есть отряды, охрана, которая бегает тоже без репутации, ты репутацию не поднимешь. Все. То есть, самостоятельно, без случайных квестов каких-то, еще чего-то там, событий, вот этих, которые во время перехода хода, ночных событий, так в кавычках, скажем, ночных, тут немножко механика другая. Ну, в общем, во время перехода хода вот эти вот ночные события также могут случиться. И, в общем, надеемся либо на них, либо на походные события, которые во время передвижения появляются. И там пытаемся подружиться, хотя бы единичку репутации надо получить именно с лесными демонами. Тогда у нас откроется уже практически все, все, что нам нужно. Уже на 50, плюс там не особо больше открывается. Но, по крайней мере, будет очень легко открыть репутацию, добить репутацию до полтинника у этих темы. Итак, появляется два варианта у нас новых, новых вариантов. Бесконечное, причем, по использованию. Первое. Исследовать поселение нам позволит, но мы получим желтый урон при исследовании поселения. Все персонажи от 10 до 20 процентов получат желтое хп. Дальше. 70 процентов, что мы получим желтое проклятие второго уровня одному случайному персонажу. Но для этого надо иметь в инвентаре древнее дерево. Т3 третьего тира 30 штук и более древнего дерева. Скорее всего, еще и производные Т4 и Т5, которые делаются из древнего дерева. Тоже здесь имеется в виду. То же самое, что с мифрилом и серебром у ночных демонов. Та же ситуация. В общем, не хотите проклятия, выкладывайте на землю, а потом уже с ними общайтесь. Шанс 35 процентов. Если в отряде у нас есть орк или гном и или, тут без разницы, красное проклятие третьего ашуровня всем оркам и гномам нашего отряда сразу получают. Короче, с орками и гномами лучше к ним не ходить. 35 процентов, конечно, события может и не произойти, но шанс есть и проклятие получишь. Придется потом сидеть, снимать их. Ну, вы в курсе, сколько там травы придется на это дело потратить. На три уровня проклятия, там по полтиннику травы. Ну, 150 где-то травы, да, уйдет. Три раза снимать. Шанс 20 процентов. Если у нас хотя бы у одного персонажа есть 12 удачи. Уже, ну, в сумме. Прямо все характеристики. Его все на саму удачу наводите. Смотрите, сколько у него удачи. И если 12 есть, не знаю, как подробнее объяснить. Получаем плюс одну репутацию сразу и доступ к плюшкам. Доступ к плюшкам. Плюшки я описал выше, но о них попозже. Дальше 50 процентов, если у нас есть домен природы. То есть, если мы играем за Хорса, например, у которого есть домен природы. Еще там за каких-нибудь богов, которые тоже с этим доменом связаны. Тогда мы автоматом получаем с 50 процентов. Здесь 20 процентов. Даже если есть удача, не факт, что сработает. Опять же, один из пяти вариантов. Здесь каждый второй раз. Ну, раз один из двух. Если домен природы у нас есть, так же плюс один репутацию на халяву. И плюшки снова получим. Опять же, расскажу о них подробнее позже. Если же не сработает ни один из вариантов вообще, то, ну, конечно, желтый урон в любом случае получаешь. И иначе можно либо атаковать поселение, либо уйти. Ну, то же самое. Вот они, два варианта, которые у нас были без репутации. Остаются. Это если исследовать поселение. То есть, от него толком только плюшки можно получить. И по одной репутации, если там, опять же, если-если. Здесь же вот эти если-если уже снимаются. Здесь не нужен нам домен природы будет. Если у нас есть 50 репутаций. Что-то я так вот перепрыгнул. Ну, в общем, разница между 1 и 1 репутацией плюс и 50 плюс. Это то, что нам не потребуются все вот эти вот ограничители. Что-то я раньше рано, наверное, начал об этом говорить. Ну, в общем, сразу расскажу. Да, вот это же исследование поселения можно проводить. И когда у вас повышенная уже репутация достаточная. Но тогда у вас уже не потребуется. А, здесь нет. Смотрите, обманул я вас. Здесь все потребуется. Это во втором, когда ты предлагаешь им подарки. Да, во втором там не потребуется уже наличие зерки и мудрости. Вот. Остальное все тут то же самое. Да, тут только добавляется торговля. Возможность торговли. Я здесь отдельным цветом ее выделил. Раньше вообще с других фракций не рассматривал. Но решил вот все-таки рассмотреть, когда, на каком этапе и, в общем, при каких обстоятельствах мы можем торговать с фракцией. Теперь мы это знаем. Можем посмотреть. Опять же, по ссылке в описании можно этот файлик обязательно открыть. Самостоятельно все это дело глядеть. И когда вы подбегаете к лесным демонам, я очень рекомендую сюда зайти и, в общем, все это дело смотреть. Сейчас просто ознакомительно, что есть в этом файлике и как это понимать, как это перевести, объяснить более подробно те слова, которые здесь вы видите, что написано. Дальше. Ладно, давайте вернемся. Зерка или 20 мудрости у любого персонажа. Не обязательно у зерки, да? Если у нас есть зерка в отряде или 20 мудрости, тогда мы можем, они нам дозволяют, предложить подарок. То есть, мы им делаем подарок какой-то. Либо 100 приготовленной еды, либо 3 топора, любых двуручных, одноручных. Получаем плюс 3 репутации сразу. За 100 приготовленной еды-то как бы, ну что бы, нет. Получаем снова доступ к плюшкам и также тренировки наших питомцев. Для этого у нас должна быть в инвентаре либо жаба, это жмух или чмух, или шмяк, как его там называется, хрен его знает. В общем, который хп поднимает красное. Либо дымовой, который у нас за сбор отвечает. Всяких ресурсов поднимает тоже. Тренировка петов, возможно, не только жабы и дымового, но еще и кота. До уровня рарного, раритетного, третьего, скорее всего. Третий там плюс-минус разброс есть. Второй, два пета, если мы им отдаем, двух петов, тоже подарок, да? То есть не 100 еды и 3 топора, а если двух петов им отдаем, это лошадь, коза, собака, кошка. Без разницы, две лошади, две козы, две собаки, две кошки или одну лошадь, одну козу. Ну вы поняли. В общем, просто двух петов из вот этих перечисленных отдаешь. И тогда получаешь сразу плюс 4 репутации на единичку больше. Получаешь... А, кстати, уровень не важен. То есть можешь насобирать себе этих собак первого уровня. Вот две отдать, допустим, да? Получаешь плюшки вообще, опять же, доступ к плюшкам. И снова же тренировку питомцев. И дополнительно еще получаешь возможность, если у тебя есть домен природы, здесь уже не нужен. Вот я в чем где перепутал, да? То здесь он пока еще обязателен, домен природы. Ты можешь рекрутировать даже без 50 плюс репутации. Домен природы, главное, чтобы был раз в 16 ходов себе случайного персонажа. То есть у тебя прям выпадет эта строчка, и можешь нажать и получить на халяву. По-моему, там вообще не платишь ничего. Что-то я вот это дело проморгал, но вроде бы там вообще никак ничего. Можно прям сейчас посмотреть, в принципе. Блин, думаю, затяну тогда стрим. Ой, стрим, не видео, гайд. Так, это у нас... Получаем вот мы на 38-39. Да нет, тут вроде бы бесплатно. Ну, в общем, мы вроде бы как заплатили им подарок, да? Какой-то подарок даем и получаем на халяву. Ну, так-то персонажи не особо мощные, чтобы за них еще что-то дополнительно платить. И так, довольно круто им отдаем двух питомцев. Так, ну вот, в принципе, это если мы с репутацией 1 плюс, да? С доменом природы без репутации. Тут многие ограничители снимаются. Точнее, с репутацией 50 плюс. Многие ограничители снимаются. Добавляется торговля во многих вариантах. И убираются вот ограничители, вот домена природы конкретно. И ограничители по зерке и мудрости. Она здесь уже не нужна. Будет ни зерка, ни мудрость. Здесь сразу предлагать подарок, может, автоматом. И получать каждые 16 ходов. Вроде бы раз в 16 ходов, там через 15 ходов случайного персонажа. Опять же, здесь варианты можете посчитать 100%. Здесь больше 100% выходит на... Что там? Так, 33 минус 25. Что у нас получается? Ой, сосчитать не могу. Что-то жара такая. 8. 8%. Аж 8% лишних. То есть, здесь все работает не так, как мы привыкли. То есть, если это, 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 то не это, то вот тот. То здесь работает именно еще раз. Я уже в предыдущих гайдах показывал, как здесь рассчитывается по-польски статистика. Вероятность сначала проверяется на 25% одно событие. Если оно происходит, то все заканчивается. Если не происходит, то 33% рассчитывается второе событие, которое написано в программном коде. То дают виллу, если произойдет. Если не произойдет, то 50% снова. То есть, вот эти уже мы не считаем. Они, то есть, обнулились. Все. Они не произошли. Здесь 50%, то есть, один из двух раз дадут ветровика. И если не его, то тогда уже лесную фею нам дадут. Здесь очень такая интересная, хитрая механика. Поэтому по этим процентам. Итак, что ж за плюшки-то, которые мы можем получить? Аж даже уже с репутацией 1+. Ну, на самом деле, они не особо крутые. Но, тем не менее. Они, во-первых, случайные. Кошмар какие. 15% становления хп. Фиолетового хп. Самому раненому одному персонажу. 15% опять же. Это либо, 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 либо. Это не все вместе. Это по одному дают. Не по одному разу, но по одному событию происходит. Можно хоть за один день и раз 200 их сделать. Но это вам 200 раз придется с ними общаться. И, в общем, выйти на эти плюшки. Шанс 15%. Если есть раненые в красном хп, восстанавливает всем красное хп и снимает 3 уровня болезни. Именно болезни. Там написано. Может быть и отравление снимают. Но, в общем, я этого не нашел. Прямо про яды конкретно. Шанс 30%. Если есть раненые в отряде в желтом хп. То есть, желтого хп у кого-то не хватает. Восстанавливает желтого хп. Самому раненому здесь все красные. А здесь только самому раненому. Снова же. Одному персонажу. И плюс 1 сверху к максимуму желтого хп дают. Одному случайному. Не обязательно тому же. Дальше шанс 10%. Всего 10 дарит одного рарного медведя. То есть, третий и четвертый уровень. Где-то так. Иначе, ну там, 3 плюс минус 1. Скорее всего, от второго до четвертого уровня. Вот этот рарный. Я не знаю, насколько четко там у них какой разброс идет. Этого я пока не нашел. Если не знаете, если знаете, обязательно напишите в комментарии. Подскажите мне. Я буду очень благодарен. И если не произойдет ни одно из событий. А это будет чаще всего, скорее всего. Ну, в общем, потому что тут такая механика подсчета вероятности. Все получат желтый баф второго уровня. Все в отряде. Это круто. Клучайному, даже персонажу в вашем отряде, дадут плюс 1 к максимальному фиолетовому хп. Гоу всех магов качать к лесным. Демы нам, ребят. Вот. В общем, об этом мы с вами поговорили. О взаимодействии с охраной поговорили. О том, что получим, если победим. Поговорили. Уничтожим поселение. В общем, обо всех плюшках поговорили. В общем, на этом я гайд заканчиваю. Его самостоятельно можно, повторяюсь, открыть и смотреть у себя в браузере. По ссылке в описании. Заходите сюда. И здесь открываете... Ну, подгружайся. Города разных рас. Вот Те2, города разных рас. И здесь выбираете нужную вам расу. Будут добавляться другие, я надеюсь. И, в общем, силы хватит. Добавлю остальные все. И, в общем, смотрите, у какой расы чем можно заняться. Уже у нас раз, два, три, четыре, пять раз прям подробно разобрано. Еще подробнее. Ну, вот вы поняли, да, где смотреть. Но это надо вот в этом хоть что-то понимать. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, будет полезно. И будете пользоваться, чтобы я не зря это делал. Поэтому всем спасибо, всем добра. Пальцы вверх. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok